Чувствую, что термин кинематографический в последнее время стал очень часто употребляться, особенно на ютубе. И я тоже чувствую вину за вклад в это, потому что и сам злоупотребляю им. Однако идея кинематографичного освещения, которая относится к качествам или характеристикам освещения, которая используется в фильмах, связана некоторыми общими чертами. Контрастность, соотношение между самой светлой и самой темной стороной частью кадра. Качество, является ли свет жестким, мягким, текстурированным или чистым. И форма, то, как светом управляют. В этом видео я расскажу о четырех способах, с помощью которых кинематографисты могут контролировать эти факторы, даже без использования каких-либо световых приборов. Почему бы мне не использовать освещение? Вы можете спросить, почему я не должен использовать свет? Ну, самая очевидная причина – это экономия денег. Эти методы полезны, когда вас просят снять короткометражный фильм, у которого нет бюджета на оборудование. Другая причина – личные предпочтения и любовь к естественному освещению. Я работал с некоторыми операторами, которым нравится использовать тонну света, и другими, которые предпочитают работать с естественным светом на съемочной площадке. Как правило, манипулирование освещением без осветительных приборов приводит к более натуральному изображению, который предпочитают некоторые операторы. Решение не использовать освещение также имеет свои недостатки. Освещение постоянно, поэтому съемка без него означает, что условия оснащения и ваша экспозиция могут измениться во время съемки сцены, если солнце зайдет за облако или изменит свое положение. Кроме того, для поддержания максимального контроля над освещением без приборов может потребоваться большое количество рассеивателей и большая команда, чтобы установить их и быть готовыми к перемещениям этого оборудования за движением солнца. Это может занять больше времени и следовательно противоречит цели экономии денег. Отрицательное заполнение. Самый простой способ работы без световых приборов заключается в уменьшении освещенности. Один из способов сделать это — отрицательное заполнение. Вместо добавления света с одной стороны лица для увеличения освещенности и создания контраста, отрицательное заполнение создает контраст, удаляя свет с другой стороны лица, уменьшая освещенность. Специальный черный материал поглощает свет и не отражает никаких цветов в световом спектре. Таким образом, при использовании черного полотна близко к одной стороне лица удалить свет и создаст тень. Оператор может управлять светом, помещая черную поверхность там, где не нужно его отражение. Итак, первое, что я делаю, когда захожу в комнату, это затемняет потолок, это придает свету наилучшую форму. Не всегда приятно видеть все эти отражения на лице. Мне нравится более углубленное отношение к теням, даже если они мягкие. А далее затемняет все, что не присутствует в кадре, пол и стены, чтобы более конкретно сформировать свет. Поскольку такое освещение не требует искусственного источника, оно создает контраст и форма действительно мягкая и естественная. Основные инструменты для этого включают в себя рамы с затемнением, например 8х8, 12х12 и 20х20. Флопари 4х4, черная сторона, которых состоит из поликарбоната или черного матового материала. Хотя эти методы и распространены в кинопроизводстве, любой DIY-метод работает не хуже. Размещение персонажа рядом с окрашенной в темный или черный цвет стеной, использование любого куска черной ткани, который у вас есть, или даже черных мешков для мусора. Отрицательное заполнение — отличный способ создать контраст по дешевке. Однако следует отметить, что чем больше площадь отрицательной заливки и чем она ближе к объекту съемки, тем больше эффект будет достигнут. Не ждите чуда, что вы будете держать черный пакет в 5 метрах от объекта и получите сильную тень, отражение света или отскок. В то время как отрицательная заливка ограничивает свет, отражение добавляет свет и работает обратным образом. Например, естественный солнечный свет может отражаться от белой или отражающей поверхности для создания нового источника света. Этот свет можно использовать для заполнения теней на лице или как ключевой. Чтобы определить угол отраженного света, сначала вы находите, где отражается свет, направляя его под углом к земле, а затем следуете за отраженным светом, изменяя его угол и перемещая свет в правильное положение. Обычно белая поверхность используется для более мягкого отраженного света, например, от рамки с белым ультратонким текстилем. Также используется белый поликартон или пенопласт. Затем мы протестировали отражатели ультрабон с 20 на 20, ткань 20 на 20 и ткань оказалась лучшей. Также потому, что костюмы персонажей были сделаны из того же материала, так что это выглядело очень органично. Каждый день на съемочной площадке было три или четыре таких отражателя, чтобы контролировать контраст. Для более яркого света с более сильными тенями можно использовать отражающие поверхности, такие как зеркало или отражатели с фольгированным покрытием. Это может являться отличным способом смягчения и распространения самого мощного и натурального источника света — солнца. Однако сила отраженного света будет ниже, чем у прямого источника. Опять же, можно использовать самодельное решение для отражения света от использования обыкновенной простыни до использования зеркала, рассеивания или диффузии. Еще один способ смягчить свет, не отражая его — это рассеивание. Кинематографический прием использования диффузии. Здесь между источником света и объектом добавляется полупрозрачный модификатор, чтобы смягчить контраст и тени. Например, рама 12 на 12 с рассеивающим полупрозрачным материалом может быть размещена над головой между солнцем и объектом, чтобы смягчить интенсивность солнечного света и выровнять резкие тени. Существует множество различных материалов, которые можно использовать для диффузии, например, текстиль, такой как шелк или сетчатая ткань, прост фильтр или даже часть отражателя 5 в 1. Также возможны DIY-решения, такие как простыня, бумага или занавеска для душа. Мы, как правило, используем небеленный муслин, который легче. Тонкий холст, через который проходит свет, отлично рассеивается, его можно порезать на куски, вы можете положить его на пол, он гораздо более универсальный, его можно постирать, в то время как с диффузионным пластиком вы такого сделать не сможете. Но на самом деле вы можете использовать все, что захотите. Можете заехать в IKEA и купить занавеску для душа. Размещение диффузии перед большим источником света, таким как солнце, является экономически эффективным способом достичь освещения, которое является более красивым, мягким и кинематографичным, чем прямой солнечный свет. Форма. Когда-то было время, мне все время хотелось освещать с трех сторон или сбоку, а затем я поняла, что иногда в сцене возникают ситуации, когда камера находится у окна, а объект съемки лицом к источнику света. И мое решение — это контроль света на площадке, отсечения, перекрытия и все вот это вот. Формирование или контроль того, как свет попадает на объект, является важным аспектом создания кинематографичного освещения без каких-либо приспособлений. Как говорит Морано, это можно сделать, поместив инструменты освещения или захвата, такие как флаги между источником света и объектом, чтобы повлиять на текстуру и форму освещения. Флаги из черного текстиля, установленные на рамках различных размеров, могут использоваться для блокирования определенных участков света, например, чтобы свет попадал только на небольшую область лица актера. Инструменты для придания формы включают различные сетки, камуфляжную сетку, сетку в виде печенек или дингл, ветку дерева, прикрепленную к подставке. Элементы продакшн-дизайна, такие как шторы или жалюзи, являются основным способом естественного формирования света, света, проникающего через окно. Однако любой предмет домашнего обихода также может быть помещен перед источником света для придания ему формы. Хотя можно снимать и работать без осветительных приборов, используя и комбинируя эти четыре метода. Это не значит, что это прокатит в 100% случаев. Большинство кинооператоров используют комбинацию естественного света и световых приборов наряду с отрицательным заполнением, отражением, диффузией и так далее. Возможность освещать сцены без света, используя методы, описанные в этом видео, помогут вам в дальнейшем. Так что, когда у вас будет бюджет на аренду освещения, вы уже будете знать, как настроить контраст, качество и форму. Спасибо, что посмотрели это видео, оно оказалось очень полезным лично для меня. Ставьте лайк, жмякайте колокольчик, это поможет продвижению и мотивирует на дальнейшие переводы развития канала. До скорых встреч и крутых вам кадров!